Люди, которые вообще с цифрами не должны бы иметь дело, например, свадебные регистраторы. Вот им-то что до цифр? Ну как? Ну как что? Ну, может быть, да. Молодоженам, да, актуально. Им до красоты, до вдохновения, до вот этого красивого, мне кажется, и должно быть дело, а вот цифры, ну вот. А они сталкиваются. Да, как мы обещали, в нашей студии появляется Ольга Парфеонова. Ольненька, доброе утро. Доброе утро. Она свадебный регистратор, церемоний мейстер, как это правильно говорить сейчас, да? Да, давай вот так. Ажиотаж, ажиотаж такая сумасшедшая, да, в этом году для церемоний? Да, в этом году, еще с прошлого года, на красивые даты. Поэтому, конечно, те, кто верит в магию чисел и хочет, чтобы их дата была какую-то прям дату, их свадьба была очень красивая, да, то, конечно, они готовятся к этому заранее. Я не понимаю, зачем это люди делают? Почему это происходит? То есть вот как-то посмотреть на это со стороны. Что такое? Ну, просто нравится или как? Да, просто красиво, просто красиво. Кто-то, конечно, к этому вообще не придает никакого значения, а кто-то прям очень хочет, чтобы дата была 22.07.22. Ну, вы у них не уточняете, как они относятся к нумерологии? То есть вы там говорите, а вы потому что обожаете цифры, да, вот все. Это лишние вопросы. Да, всем это не нужно, да? А вы не наблюдаете, как потом их складываются судьбы вообще вот после вот такой счастливой свадьбы красивой? Ну, если я скажу только про свои пары, то у моих пар у всех все хорошо. А, да? А у них семьи, дети, потому что я за всеми стараюсь более-менее следить. Мы с кем-то очень хорошо общаемся, дружим уже в обычной жизни. Поэтому мои пары... Слушайте, а если как-то вот эту тему расширить, в этом году, кроме кучи красивых дат, там же и второе каждого месяца, и 22-ое тоже все любят, какие-то вот новиночки в вашей сфере наблюдаются? Что-то готовится, такое, чего раньше не было. Как думаете? Ты имеешь в виду, что связаны с этими числами или вообще в этом году тенденция? Нет, я не с числами. Я хочу спросить вообще, вообще что нового там в этой сфере вашей? Ну, я думаю, что как и в прошлом году, как и позапрошлом, тенденция на историю, на индивидуальность, на эксклюзивность. И поэтому... Почему берут, например, свадебную церемонию? Потому что это индивидуально, это только про пару, это только про их историю. И зачастую к этому готовятся, конечно, заранее. Есть пары, когда начиналась пандемия, которые прям вот... Нам нужна церемония завтра, и ты сидишь ночью, пишешь им текст. А есть, которые прям вот, говорю, с прошлого года, у меня дата 22 июля, занята уже двумя церемониями. В один день, да? Да, и это не предел. Да-да-да-да. Успеть надо все сделать. Сейчас мы посмотрели такие красивые кадры с ваших мероприятий. Давайте посмотрим. Да нет, мы уже посмотрели. А мы уже говорили, а еще показывают. Да. Какая сейчас вот тенденция? Чего люди хотят вот на церемониях? Как они хотят выделиться? Это внешне, то есть это какой-то декор, или это прямо какая-то история, а потом кульминация какая-то, то есть это сценарий. То есть чем сейчас люди берут, что они хотят показать всем гостям? Тут хорошо бы, чтобы вы пример какой-то необычный такой привели. Стиль в каком-то, да? То есть концепция вот эта вся. Концепция, конечно, классна, когда есть на церемониях, но я скажу, что чего хотят пары, это искренности, чтобы все было по-настоящему, чтобы не было никакой наигренности, не было никаких лебедей, озера и всего, никаких стихов, чтобы все было просто по-настоящему, чтобы все смогли прожить эти 15 минут вдоволь, насладиться, возможно, даже прослезиться. А вот в концепции никак не отображается вот эта магия чисел. То есть люди не просят, помимо того, что у них крутая дата, они говорят, пускай в церемонии тоже это как-то прозвучит. То есть что у нас красивейшая дата. В конце, конечно, говорю, какой сегодня день, объявляю мужем и женой, но в самом тексте, то есть если у самой пары нет никаких чисел между ними, то нет. Ну, все-таки... В общем, как обычная церемония. Дата когда-то. Да, дата когда-то. Слушайте, а вот если совсем так широко на эту ситуацию взглянуть, на свадебную, как вам кажется, куда все идет? Вот если раньше мы сидели за столами, не вставая, да, вот жених, невеста, кто родился в январе, вставай, 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 вот, и так далее, то сейчас совершенно же иначе выглядят свадьбы, совершенно иначе. Ну да. Куда это все идет? К минимализму? Или, я не знаю, к коротким каким-то свадьбам? Или только к регистрации? Как вам кажется? Ну, наверное, 70 на 30. 70 это все-таки банкеты, это праздники. И 30 это когда просто церемония и фуршет. Есть, конечно, такие лайтовые варианты, пары очень часто их выбирают, вот, но все-таки праздника хочется. Правда, Валер? Однозначно, однозначно, Оля, да. У тебя занята дата 22 июля? Конечно, да, 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 уже давно 22. Я ждала человека, который будет заняться, это спросит, да, 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 да. С прошлого года уже эти даты начали занимать. Я был в шоке, потому что я сначала не обратил на это внимания, а потом-то, конечно же, красиво. И вот 22 февраля вот уже будет мероприятие, и да, к ней готовятся основательно, потому что хотят масштабно, чтобы все запомнили и дату, и свадьбу. Вот так вот, понимаете? Кстати, да, это же очень хорошо запоминается дата. Вот была пара, которая говорила 10-10, в итоге у нас 20. Получается все очень просто запомнить. Да, и мужчина никогда не ошибется. Женщина обычно и так знает. И здесь тоже очень удобно жить, 22.07.22. Ольга Парфенова в нашей студии, да, церемониймейстер, человек, который работает в энд-индустрии. Который работает обычно ближе к вечеру, и впервые я так рада, мне кажется. Ну да. Ну ничего страшного. Делают людей счастливыми. Вот так сказать. Спасибо. Из-за плака. Из-за плака. Театральная слеза. И тут мы плавненько уходим на блок полезной информации. И как-то...